Каждый день, каждую неделю урок о главном. Вы что, ненормальная? Про Украину никто не говорит, не гневится. Ирина, у вас на государственном уровне, Ирина. А ты не имеешь, Коля? Нет, я живу в России, я ее, наверное, знаю. У меня учатся внуки, блядь, в школе, если чё. Да они твои, блядь, внуки. Они учатся хуйня проезжать. Можно я поговорю? Ирина, подождите, вы так хорошо молчали, что я даже почти что влюбилась в вас. Вы можете даже адекватно молчать. Приходят россиянки, они орут. А вы молчали долго. Скажите, пожалуйста, Инна, вы можете с нами поговорить, нет? Я даже не буду говорить про уроки о важном. Я на них действительно не присутствую, но, допустим, на них ничего не говорят. Ради бога, я не буду с вами спорить. Откройте, пожалуйста, микрофон, а? Инна. Хорошо, я не буду спорить, я не буду. Ты что несешь? Да, я поговорю. Ты что несешь? Я постарше тебя, наверное, и знаю. Инна, 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 вы можете со мной поговорить? Я не буду про уроки спорить. Хорошо? Мы эту тему оставим. Вы сейчас кричите, зачем мне эти споры? Давайте о другом поговорим. Можете опять открыть микрофон? Можем поговорить на другую тему? Да, да, можем. Хорошо. Меня зовут Виктория, вас зовут Инна, так? Я из Воронежа, вы откуда? Я из Саратова. Саратова. Это у вас такая красивая стрижка, да? А где вы... Кто у вас мастер? Где вы берете краску? У вас, ну, привлекательная аватарка. Хожу в салон красоты, там, стригусь, хочу, волосы наращу, хочу, сама отпущу и хожу, украшу. А санкции не повлияли на выборы ваших красок? Нисколько, нисколько. А какой фирмой вы пользуетесь? Вы не знаете, что у вас за краска? Чья? Палет, палет. Ой, я не знаю даже, чья она. Ну, палет называется. Я даже не интересовалась, чья она. Может быть, она польская, да? Не знаю, надо посмотреть в следующий раз. А как часто вы ходите, вот, стричься и вообще сколько это вот стоит примерно в месяц? Ну, сколько стоит, мне хватает. Я зарабатываю хорошо. Я даже не знаю, сколько это вообще в России стоит. Я никогда не задавала таких вопросов. Вот вам подстричься и покраситься, сколько стоит? Полтора тысячи. Да, ну, это как бы, получается, это полторы тысячи, это как 10 долларов. За стрижку и за краску. Краска и яйца тоже. А маникюр сколько стоит? Маникюр две тысячи. Дороже, чем стрижка? Маникюр дороже, чем стрижка? А почему так? Маникюр и миникур. Дороже, чем стрижка. А как же, волосы дешевле, чем ногти? Офигеть. Маникюр, два с половиной доллара стоит эта краска. Хорошо. Производство Немечена. Немечена. А, немецкая. Два с половиной доллара стоит эта краска. Немецкая. И что? Краска, полет, которую я красил. Я говорю тебе, два с половиной доллара она стоит. У тебя упаковка, тюбик стоит два с половиной доллара. На твою бушку пять долларов. Да что ты говоришь? Пока и ты умная. Инна, хорошо Инна, я хочу, что Вы же адекватно молчали Вы можете не реагировать на Возбудителей, не возбуждайтесь Вот так лучше будет Инна, хорошо, у вас хороший мастер Вы довольны, у вас есть деньги Вы можете сказать, вы родились в Саратове? Вы из Саратова, прямо из Саратова Или в какой-то деревне родились? Нет, я не в деревне, я в Саратской области Город Красноармейск Красноармейск А как ваши родители попали в Красноармейск? Ну, допустим, бабушка, как она попала? Бабушка попала, как она Они в Ульяновской области жили Потом переехали вот в этот город И мама уже родилась В Ульяновской области Папа с Казани у меня О, так у вас татарская кровь течет, да? Да, да Вот такая я возбудораженная Ну, это объяснимо Горячая кровь, да Послушайте, а образование получили Высшее? Нет, высшее нет, техническое А кто-нибудь из вашей семьи? Мама, муж, дети получают высшее? Да, сейчас внук учится в институте А где вы в своей жизни, вот, вот, из города в город Какие города вы повидали? Где вы были? Куда вы деньги тратите? Вы салон тратите, ногти, а куда еще вы тратите эти деньги? Ну, в Казань ездию, там отдыхаем А что в Казани? В Питер ездию Я никогда в Казани не была Что там интересно? Вот вы туристы? Очень красиво, там очень старинные Все такие эти, постройки, очень красиво А вы, а вы, а где останавливаюсь в Казани? У друзей или в отеле? Нет, в отеле Вау, а сколько стоит, ну, так вот Ну, как бы, чтобы не дорогой, не дешевый, так вот, примерно Ну, он хороший, но сутки две с половиной тысячи Ага, две с половиной тысячи Ну, примерно, как ваши волосы, да, грубо говоря? Ну, чуть дороже Мои волосы, которые Дешевые, полтора, это да, две А с кем вы, и как далеко ехать, на машине вы едете? Нет, на поезде А сколько ехать на поезде из Красноармейского, сказали, да? Да, Красноармейского, да Сколько ехать? Ну, как и до Москвы доезжаю, с Москвы уже еду на это На поезде уже в Питер Ого-го, это что, два дня ехать, что ли? Два дня ехать? Ну, я в Москве работаю Я здесь как временно проживаю, снимаю квартиру Мне нетрудно на ласточку сесть и до Питера А вы без семьи, да? А семья, а на ком семья? Да, то есть они уже все выросли, вы так всех бросаете? У меня одна котика, она взрослая, ей 37 лет А какой период жизни вы зарабатывали больше всего? Вот вам сколько, вы старше, мне 50 Вам больше или меньше, чем мне? 59, да, мне 59 В каком году вы зарабатывали больше всего? Какой там, например, в 10-м годе, в 15-м? Вот я скажу Лучше всего для меня, для меня это был Советский Союз А почему, вы, подождите, если мне было, подождите, вы на 9 лет меня старше, значит, вы родились в 65-м, что ли? В 65-м В 16 лет я зарабатывала 210-220 рублей при советской власти Хорошо, я, вы жили с мамой, да, с родителями, да? Ну, конечно, с мамой, с папой Ну, то есть, вы свои деньги отдавали маме? Нет, ну, половину отдавала, половину... Ну, машины-то у вас не было, машины у вас не было Ну, а машина нам не нужна была, у нас трактор был Шубы не было А где с вами занимались? Вы где работали 210 рублей? Завод или стройка? Нет, не стройка, в 16 лет какая стройка? Нет А что это было за работа? Завод Не завод даже, не завод Ну, так а что это было за работа? Где можно было заработать в советском? Да, в 16 лет, когда закончила 8 классов, пошла летом У нас ферменское хозяйство там было, я пошла туда А это 200 рублей каждый месяц, ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Или то какой-то был сезон, заработали много Нет, я к сезону, а потом пошла в 9 класс, закончила 10 классов Хорошо, а после, какая ваша была зарплата уже, когда вы начали работать вот каждый день? Когда я вот отучилась техникуме, пошла замуж Куда вы пошли работать и какая была зарплата? Зарплата у меня была очень хорошая И 300, вот, 90, и 410 Я работала за техником в совхозе Хорошо, ну вы же звезд с неба не снимали Вы же не жили, как, например, Алла Пугачева У вас же не было нарядов Вы не были за границей, у вас не было, ну, виллы, вилла Представляете, что такое вилла? Не дача, где вы горбатитесь, а вилла У вас не было, у вас не было вот этого кинотеатров, как вот видите, девушки в кинотеатрах такие красивые Вы же пахали, правильно? И у вас не было машины, почему вы называете это прекрасной жизнью? Может быть, ваша дочь не хочет так жить, как вы в 80-е? Ну, не знаю, но мне нравились те годы, которые при Советском Союзе Ну, вы любите себя молодую, да? А если бы вы сейчас были молодая, и у вас были бы еще возможности уехать на Запад, вы могли бы уехать на Запад? Конечно А где вы на Западе были? Или где вы бы хотели повидать? Вы в Африке когда-нибудь были? Да Я бы хотела в Норвегию, мне нравится эта страна О, а что вас держит? Вот вам 59, а вдруг вы не успеете съесть в Норвегию? Ну, теперь я и не поеду А почему вы всю жизнь хотели и не успели? Почему? Я вообще спортивный человек, я люблю биатлон, из-за этого мне нравится Норвегия Там развитый биатлон А почему вы в 19-м году не поехали? А что я поеду в 19-м году, когда у меня семья, дети, внуки? Так люди едут не потому, что у них семьи нет, а потому что у них, ну, вот просто сидят, думают, что мне делать завтра? Взял, купил билет и завтра поехал Ну, так, спонтанно Они не откладывают деньги, знаете, весь год, что я в июле поеду, а муж будет то, а это... Они спокойно, раз, знаете, как вы пошли белье постирали? Вы же не думаете, когда я буду снять белье? Постирали и забыли Поехали в Норвегию и забыли Ну, вот так вот, раз и все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!